Друзья, привет! Приветствую вас на канале Немецкий язык по плейлистам. И мы с вами продолжаем наш плейлист Немецкий язык за 50 уроков. Да, смотрите, мы с вами ранее разбирали слабые глаголы в прошедшем времени в рамках нашего плейлиста. Теперь разбираем сильные глаголы в прошедшем времени претеретом. Смотрите, помните, есть такая конструкция? Существует, или же также переводят есть, имеется. Это конструкция esgibt. Esgibt. В прошедшем времени это будет добавление претеретом esgab. Esgab. То есть, видите, да, есть глагол geben, и форма для es будет именно такая. Поэтому мы говорим esgab. Но видите, что здесь легко, что данная форма совпадает, так же, как и было и у слабых глаголов, когда ich, e, z, es. То есть, здесь прошедшая форма одинаковая. Это легко, да, в этом плане. Скажем, не было выхода. То есть, имелся esgab, далее отрицание, скажем, с помощью kainen, kainen, и выход будет ausweck. Ausweck. Esgab, kainen ausweck. Esgab, kainen ausweck. Нечего было праздновать. То есть, дословно мы говорим имелось ничего. Имелось. Esgab. Ничего. Nichts. И далее праздновать. Говорим с помощью zu. zu fein. zu fein. zu fein. Приводится как праздновать. Es gab nichts zu fein. Es gab nichts zu fein. Итак, видите, форма здесь одинаковая в претеритом, когда ich, e, z, es. Если существует, имеется, или есть, это esgibt. Esgibt. Соответственно, в прошедшем времени. Esgab. Да, во время претеритом. Не было выхода. Esgab, kainen ausweck. Нечего было праздновать. Esgab, nichts zu fein. Esgibt. Esgab, kainen ausweck. Esgab, nichts zu fein. В комнате было много цветов. В комнате. Как будет? Imzima. Далее было. На втором месте глагол. Поэтому, видите, здесь конструкция получается не esgab, а gab es. Gab es. Много. Fili. Цветов. Blumen. Imzima. Gab es. Fili. Blumen. Imzima. Gab es. Fili. Blumen. В городе был только один ресторан. В городе. Эта фраза. In der Stadt. In der Stadt. BEL. Gab es. Только. Это слово. Но. Но. Один ресторан. Но. Ein Restaurant. Но. Ein Restaurant. In der Stadt gab es. Но. Ein Restaurant. In der Stadt gab es. Но. Ein Restaurant. Gäben. Следующий глагол. Рекомендовать. Рекомендовать будет. Как. Emfelen. 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 Скажем. Я рекомендовал ему своего врача. Я рекомендовал. Здесь видите, нужно знать форму. Как раз усиленный глаголов. И форму здесь видите для ich. Я рекомендовал этот фильм своим друзьям. Я рекомендовал. Ich empfahl. Этот фильм. Diesen фильм. Своим друзьям. То есть моим друзьям. Meinen freunden. Ich empfahl. Ich empfahl. Diesen фильм. Meinen freunden. Ich empfahl. Diesen фильм. Meinen freunden. Рекомендовать. Emfelen. Я рекомендовал ему своего врача. Ich empfahl. Им. Meinen arzt. Я рекомендовал. Этот фильм. Своим друзьям. Ich empfahl. Diesen фильм. Meinen freunden. Скажем. Она рекомендовала мне хорошую гостиницу в Берлине. Да, как мы с вами говорили. Видите, здесь форма одинаковая. В данном времени претерритом для ich, er, sie, es. Да, здесь значение она. Получается, она рекомендовала. Sie empfahl. Sie empfahl. Мне. Me. Хорошую гостиницу. Разумеется, говорим с артиклем. Хорошую. Ein gutes. Гостиницу или отель. Hotel. В Берлине. In. Берлин. Sie empfahl. mir ein gutes Hotel in Berlin. Sie empfahl mir ein gutes Hotel in Berlin. Хорошо. Как мы скажем. Они рекомендовали нам детский сад. Они рекомендовали. Как образовать эту форму? Видите, когда форма мы, вы или они, sie или же верили формой sie, то уберется форма, которая для я, как здесь, или также er, sie, es, и дальше добавляется n. И получается, они рекомендовали sie empfahlen. Sie empfahlen. Нам, uns, детский сайт. Имеется ли какой-то детский сайт. Einen kindergarten. Einen kindergarten. Sie empfahlen uns einen kindergarten. Sie empfahlen uns einen kindergarten. Итак, она рекомендовала мне хорошую гостинцу в Берлине. Sie empfahlen mir ein gutes Hotel in Berlin. Они рекомендовали нам детский сад. Sie empfahlen uns einen kindergarten. Sie empfahlen mir ein gutes Hotel in Berlin. Sie empfahlen uns einen kindergarten. Ich empfahlen ihr diesen Wein. Я рекомендовал ей это вино. Ich empfahl ihr diesen Wein. Приходить будет kommen. Кommen. Скажем, я приходил к ней. Форма для их будет kam. Я приходил ich kam. Ich kam. К ней zu ihr. Ich kam zu ihr. Ich kam zu ihr. Я пришел в школу. Я пришел в школу. Я пришел. Ich kam. В школу. Скажем, используя zu. Получается, zu schule. Zu schule. Ich kam zu schule. Ich kam zu schule. Приходить kommen. Я приходил к ней. Ich kam zu ihr. Я пришел в школу. Ich kam zu schule. Kommen. Ich kam zu ihr. Ich kam zu schule. Она приходила ко мне утром. Она приходила. Zikam. Далее говорим дословно утром. Это фраза Amorgan. Amorgan. Мы приходили на работу. Мы приходили. Итак, помните, как образуется форма для мы. Берется данная форма kam. И добавляется n. Получается, мы приходили. Wir kamen. На работу. Zu arbeit. Wir kamen zu arbeit. Wir kamen zu arbeit. Я приходил один. Я приходил. Ich kam. Один. Alleine. Ich kam alleine. Ich kam alleine. Она приходила ко мне утром. Zikam. Amorgan. Zu mir. Мы приходили на работу. Wir kamen zu arbeit. Я приходил один. Ich kam alleine. Sie kam amorgan zu mir. Wir kamen zu arbeit. Ich kam alleine. Padать будет fallen. Fallen. Unupal na pol. Unupal er fiel. То есть, форма здесь будет fiel. Er fiel. И на пол. Это фраза auf den Boden. Auf dem Boden. Er fiel auf dem Boden. Er fiel auf dem Boden. Книга упала на стол. Книга. В смысле, конкретная книга. Будет das Buch. Упала. Форма такая же. Видите, fiel. Это одинаковая форма. Как мы говорили ранее. Там. Ich, er, sie, es. Книга упала. Fiel. На стол. Фраза. Auf den Tisch. Das Buch fiel auf den Tisch. Das Buch fiel auf den Tisch. Padать fallen. Unupal na pol. Er fiel auf dem Boden. Книга упала на стол. Das Buch fiel auf den Tisch. Fallen. Er fiel auf dem Boden. Das Buch fiel auf den Tisch. Цены резко упали. Как будут цены? Это будут deprise. Deprise. Резко упали. Но вначале мы говорим упали. Было fiel. Добавили n. Стало fiel. И потом резко. Это будет штак. Штак. То есть сильно. Да? Резко. Штак. Die. Price. Fiel in. Штак. Die. Fiel in. Штак. Цены резко упали. Die. Fiel in. Штак. Разумеется, конкретно об этом die. Die. Price. Fiel in. Штак. Выбор пал на меня. Выбор будет Die wahl. Die wahl. Die wahl. Fiel na меня. Auf mich. Die wahl fiel auf mich. Die wahl fiel auf mich. Листья, в смысле конкретные, это будет Цены резко упали. Выбор пал на меня. Я находился в сложной ситуации. Далее необходимо употребить форму бифинден. Здесь будет форма бифант. И говоря о себе, sich превращается в mich. Ich befand mich в сложной ситуации. Разумеется, говорим так же с артиклем. Получается, in einer сложной, schwierigen ситуации. Ich befand mich in einer schwierigen ситуации. Я находился в сложной ситуации. Их befand mich in einer schwierigen ситуации. Сих befinden. Их befand mich in einer schwierigen ситуации. Она находилась дома. Она. Sie. Здесь форма такая же, как и для я. То есть будет sie befand. Их она. То так и остается sich. Получается, sie befand sich. И дома фраза zu Hause. Sie befand sich zu Hause. Sie befand sich zu Hause. Мы находились в парке. Мы находились. Wir befanden. Далее говоря. Ведь о нас. То есть sie прощаются в uns. Wir befanden uns. В парке. То есть в смысле в каком-то парке. In einem park. In einem park. Wir befanden uns. In einem park. Wir befanden uns. In einem park. Я находился. В университете. Я находился. Их befand mich. Их befand mich. В университете. In der университет. Их befand mich. In der университет. Она находилась дома. Sie befand sich zu Hause. Мы находились в парке. Wir befanden uns. In einem park. Я находился. Я находился в университете. Их befand mich. In der университет. Sie befand sich zu Hause. Wir befanden uns. In einem park. Их befand mich in der университет. Я находился в хорошем здоровье. Я находился. Их befand mich. В. In. Здесь видите здоровье неисчисляемое. Артикль ставить не нужно. Хорошим будет. In guter. In здоровья. Gesundheit. Gesundheit. Их befand mich. In guter gesundheit. Их befand mich. In guter gesundheit. Я находился в хорошем здоровье. Их befand mich. In guter gesundheit. Носить будет tragen. Траган. Скажем. Я носил очки. Я носил. Их друг. Да, форма друг. Очки. Говорим с неправильным артиклем. Получается. Eine brille. Их друг. Eine brille. Их друг. Eine brille. Я сам носил чемоданы. То есть я носил. Их друг. Далее чемоданы. Говорим. Ведь они конкретные. Поэтому с определенным артиклем. Получается. Ди кофе. И далее. Сам. Зельбст. Зельбст. Их друг. Ди кофе. Зельбст. Их друг. Ди кофе. Зельбст. Носить. Траган. Я носил очки. Их друг. Айна брилли. Я сам носил чемоданы. Их друг. Ди кофе. Зельбст. Траган. Их друг. Айна брилли. Их друг. Ди кофе. Зельбст. Мы носили зимнюю одежду. Мы. Вер. Носили. Была форма. Траган. Добавили Н. Стала. Траган. Зимнюю одежду. Это, видите, слово. Винтерклайден. Винтерклайден. Вер. Траган. Винтерклайден. Вер. Траган. Винтерклайден. Официант. Нес чашку с кофе. Очень осторожно. Официант. В смысле какой-то конкретной. Говорим. Декельно. Декельно. Нес. Форма. Если он такая же, как для я. Получается. Траг. Декельно. Траг. Далее. Имеется в виду какая-то конкретная чашка. Поэтому, да. Скажем. Детасе. Детасе. С кофе. Мит кафе. Мит кафе. Детасе мит кафе. И очень будет. ЗЕР. Осторожно. Это слово. ФОЗИХТИХ. 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 Декельно. Траг. Детасе. Мит кафе. ЗЕР. ФОЗИХТИХ. Декельно. Траг. Детасе. Мит кафе. ЗЕР. ФОЗИХТИХ. Мы носили зимнюю одежду. Официант нёс чашку с кофе. Очень осторожно. ДЕ КЕЛЬНЕ. Траг. ДИ ТАССЕ. Мит кафе. ЗЕР. ФОЗИХТИХ. ЛЕЖАТЬ. БУДЕТ ЛИГЕН. ЛИГЕН. Я лежал в кровати. ФОРМА. Ведь здесь будет именно ЛАК. ИХ ЛАК. ИХ ЛАК. И в кровати эта фраза. ИМ БЭТ. ИХ ЛАК ИМ БЭТ. ИХ ЛАК ИМ БЭТ. СОБАКА ЛИЖАЛА НА ДИВАНЕ. СОБАКА. В смысле конкретное. Говорим. ДЕ ХУНД. ДЕ ХУНД ЛИЖАЛА. ЛАК. НА ДИВАНЕ. ЭТА ФРАЗА. АУФ ДЕМ ЗОФА. АУФ ДЕМ ЗОФА. ДЕ ХУНД ЛАК АУДЕМ ЗОФА. ЛЕЖАТЬ. ЛИГЕН. Я лежал в кровати. ИХ ЛАК ИМ БЭТ. СОБАКА ЛИЖАЛ НА ДИВАНЕ. ДЕ ХУНД ЛАК АУДЕМ ЗОФА. ЛИГЕН. ИХ ЛАК ИМ БЭТ. ДЕ ХУНД ЛАК АУДЕМ ЗОФА. АНИ ЛИЖАЛИ НА ГАЗОНЕ. АНИ ЛИЖАЛИ. СИ ЛАКН НА ГАЗОНЕ. АУФ ДЕМ РАСН. АУФ ДЕМ РАСН. СИ ЛАКН АУДЕМ РАСН. СИ ЛАКН АУДЕМ РАСН. Я лежал на солнце. Это фраза «ин де зоне». «Кошка лежала на подоконнике». «Кошка лежала на подоконнике». Они лежали на газоне. «Я лежал на солнце». «Я лежал на подоконнике». «Кошка лежала на подоконнике». «Получать» будет «bekommen». «Я получил сообщение». В смысле какое-то сообщение. Видите, здесь форма «паналоги скомн». «Я получил». «Их бекам». Какое-то сообщение будет «eine nachricht». «Я получал деньги в подарок». «Я получал». «Их бекам». Имеет в виду какие-то конкретные деньги. Скажем «das Geld» в подарок или в качестве подарка. Эта фраза «als geschenk». «Ich bekam das Geld als geschenk». «Ich bekam das Geld als geschenk». «Получать bekommen». «Я получил сообщение». «Я получал деньги в подарок». «Я получал деньги в подарок». «Их бекам» «das Geld als geschenk». «Бекомен». «Их бекам» «eine nachricht». «Их бекам» «das Geld als geschenk». «Она получила машину от родителей». «Она получила». Здесь форма такая же. «Она получила». «Зи бекам» «машину». То есть конкретную машину имеется в виду здесь. Поэтому будет «das Auto». «Зи бекам» «das Auto». «От» «вон» «родителей». Дословно здесь говорится «от ее родителей». «Вон Иген Эльтен». «Вон Иген Эльтен». «Зи бекам» «das Auto» «вон Иген Эльтен». «Зи бекам» «das Auto» «вон Иген Эльтен». «Они получили предупреждение». «Они получили». «Видите, было «бекам», стало «бекамен». «Зи бекамен», то есть какое-то предупреждение. «Айне», и предупреждение будет «манун». «Айне Манун». «Зи бекам» «эне Манун». «Зи бекамен» «эне Манун». «Зи бекамен» «эне Манун». «Она получила машину от родителей». «Зи бекам дас Ауто» «вон Иген Эльтен». «Ани получили предупреждение». Я получал 600 евро в месяц. Я получал Удовсловно мы говорим шесть сотен. Получается Эта фраза имеется ввиду в какой-то месяц Я получал шесть сотен евро в месяц. Друзья, пишите, как у вас дела. Мы продолжаем. Спасибо. До свидания.